В прошлом году более полутора тысяч человек сдавали ГТО. В этом году только фестиваль «Мама ГТО в Риммаше» собрал более 300 участников. Почему сдача норм ГТО сейчас становится все более популярной? Об этом мы говорим с руководителем Центра тестирования ГТО Марии Каменевой. Мария, добрый день. Здравствуйте. Ваш центр в каком году был организован? Можно ли первый год и последующий проследить динамику, сколько людей приходит, чтобы сдать нормативы? Указ президента вышел в 2014 году о возрождении комплекса ГТО. С 2014 года у нас как пилотный проект уже был организован Центр тестирования. Я работаю с 2015 года. То есть уже с 2015 года можно видеть, насколько больше у нас людей выполняют нормативы ГТО. В том году у нас прошло тестирование даже не полторы тысячи, там около двух тысяч. Это только те, кто пришли с УИНами, с заявками. Еще в рамках фестиваля есть очень много участников, которые просто пришли, попробовали, выполнили. То есть там цифра намного выше, и каждый год она у нас увеличивается. Маш, ну все равно, 15-й год и 18-й год, если 18-й, 2000-й, 15-й, сколько было человек? Честно говоря, я даже не помню цифру. Там она какая-то очень незначительная была по сравнению с двумя тысячами. То есть там, ну, возможно, там меньше тысячи человек прошли тестирование. Как вы привлекаете людей к участию к этому проекту? Ну, так как ГТО у нас входит в национальный проект демографии, это спорт, норма жизни, тоже национальный проект большой. И сейчас у нас по школам ведется активная работа, то есть идет тестирование с младших классов, начинается. То есть идет подготовка к выполнению нормативов ГТО. Я даже знаю, в детском саду сдают нормативы. В детском саду, да, это у нас детский сад, очень активно подключился. Там у них весь год идет программа по подготовке, первая ступень ГТО называется. И вот в мае мы к ним выезжаем, и там дети вместе с родителями будут проходить тестирование. Ну, то есть в основном вы привлекаете школьников, и им, наверное, это сейчас наиболее интересно. Тут немножечко не так. Весь прошлый год в основном это были спортивные секции, федерации и так далее. То есть мы выходили непосредственно на контакт с руководителями, приглашали. У нас есть федерация Венчун, которая активно очень тоже у нас проходила тестирование. В этом году у них готовятся мероприятия хоккеисты, самбисты. То есть это были именно спортивные школы. По школам выезд у нас был, частые выезды были, это именно пятая Ходьковская школа. Там тоже есть замечательный преподаватель Хрусталева Елена Владимировна, которая всю начальную школу готовит к выполнению нормативов ГТО. У нее дети приходят на переменах, если они что-то не могут там пробовать, там получилось, не получилось, и у нее очень высокий уровень по проценту выполнивших на знак отличия. В этом году у нас пошло тестирование массовое по школам. Вот тут уже появились проблемы. То есть если в том году очень много участников выполнило на знак отличия, сейчас мы видим, что младшие классы, а средние классы очень слабо физически подготовлены. Маш, ну вот у меня такой все-таки вопрос. Вот работаете с учебными учреждениями, с спортивными школами, с секциями. Там это обязательно или это по желанию? Все-таки это вот надо, да, потому что там ты состоишь в какой-то секции, и потом ты идешь, сдаешь вместе со всеми. Или это все-таки желание человека в первую очередь? Естественно, это желание человека в первую очередь, но это идет работа, именно зависит от учителей и от тренеров. Потому что то комплекс, который разработан, он показывает, насколько ребенок физически подготовлен. Если он не может нагнуться вообще, то это нужно развивать. Поэтому после каждого тестирования по школам сейчас мы отправляем протоколы обратно в школы, чтобы учитель физкультуры мог оценить уровень развития ребенка. То есть не во все программы входит там, допустим, то, что мы проверяем. То есть учитель посмотрел, ребенок не может отжиматься, у него очень слабый там показатель, допустим, побегу и так далее. То есть это все нужно наверстывать. И в программу уже будет включаться усиленно персонифицированно, то есть это именно оздоровление нации. Это обратная связь получается. Обратная связь, естественно, да. И те дети, которые у нас первого раза не выполнили нормативы ГТУ, мы потом будем проводить следующее тестирование. То есть за год он может три раза пройти тестирование, и лучший результат уже у них зачтется. То есть это как раз именно подготовка детей, это именно оздоровление, это именно физическое здоровье нашего будущего населения России. То есть они сейчас-то маленькие, а потом уже будет от него многое зависеть, и нужно, чтобы они были здоровы. Маша, а для более старшего поколения, какая бы здесь главная мотивация тех, кто участвует в проекте ГТУ? У нас опять же, допустим, клуб Дзюдо Каскад тоже очень хорошо сейчас подключился. Они на маму ГТУ приехали. Сейчас у нас будет 30 марта кросс на выживание. То есть уже спрашивали, как туда записаться, как попасть. То есть это уже более взрослое. Это в основном для кого-то это пример для своих же детей. То есть если папа может подтянуться 20 раз, ребёнок смотрит, говорит, какой у меня сильный папа. И начинает тоже заниматься. Если мама может отжаться, прыгнуть. Да, это именно и авторитет родителей повышает, и стимулирует у детей какое-то желание заниматься. Даже не спортом. Это нельзя назвать спортом. ГТУ не является отдельным видом спорта. Это стимулирует быть здоровым. И вот родители могут, я могу. Для кого-то это именно спортсмены, которые приходят там. Ну, у меня нет знака ГТУ золотого. Должен быть. Есть и такие. Кто-то на спор приходит, кто-то приходит. Просто силы попробовать, там что-то не получается, пересдают. Ну, взрослое население менее активное, естественно. Но, тем не менее, результаты очень хорошие. Давайте поговорим о ваших активных помощниках. Потому что с 2016 года у вас при Центре тестирования ГТУ есть еще целое направление волонтеры ГТУ. Ребята, которые, я понимаю, помогают вам по организации мероприятий, помогают судьям оценивать, как издаются нормативы. А вы в прошлом году, летом, даже работали с болельщиками чемпионата мира. Мы все это помним. Это было здорово и интересно. Маша, вот кто те ваши основные помощники? Основной актив, это, конечно, учащиеся до 18 лет. То есть, это ребята, которым просто интересно какие-то спортивные мероприятия посещать. Это ребята, которые просто с активной жизненной позицией. То есть, у нас часть волонтеров наших и в молодежном парламенте есть. Они различным проектам. У нас не именно спортивное волонтерство, хотя это основное направление. Но у нас очень много ответвлений. То есть, наши волонтеры уже несколько месяцев в СИДи ходят, кинесотерапию, помогают проводить. Наши волонтеры собирают добрые крышечки. Наши волонтеры там проводят различные акции, помогают на мероприятиях. Это как раз учащиеся, которым интересно любое движение, любое направление, куда можно приложить свои силы и получить от этого какие-то эмоции положительные. Это очень хорошие ребята. Прямо спасибо им огромное за то, что они с нами работают. Без них очень много мероприятий. Просто физически не могло бы состояться. Как к ним можно присоединиться? У нас в ВКонтакте есть группа ГТО Сергий в Пасад. Там условия все вывешены. То есть, нужно просто администратору группы написать, добавьте меня в беседу. Мы добавляем в общую беседу. После первого мероприятия он пишет заявление о вступлении в физкультурно-спортивный клуб. Мы выдаем книжку волонтеров, в которой проставляются часы. Опять же, один из стимулов быть волонтером, это то, что более 150 часов волонтерской деятельности добавляют баллы к ЕГЭ. Даже так? Да. Но и золотой значок, по-моему, добавляет баллы к ЕГЭ. Это еще действует? Да, конечно, действует. От 1 до 10 баллов в различных учебных заведениях. Надо смотреть, сколько у них добавляется, действует. По поводу этого надо обязательно сказать, что все выпускники 11 классов, кто еще не прошел тестирования ГТО и хочет получить за это дополнительные баллы к ЕГЭ, должны пройти все 9 видов испытаний до 31 марта. То есть тут уже немножко времени осталось? Совсем чуть-чуть, прям срочно к нам в центр тестирования, потому что приказ министра выйдет в апреле, и на основании этого приказа будут выдаваться удостоверения, знаки к вступительным экзаменам. Следующий приказ министра будет только в июле месяце. Маша, ну вы знаете тех ребят, которые у вас уже начали проходить тестирование, допустим, выпускники, и у них, наверное, остались какие-то совсем небольшие. Вы им предлагаете, что вот сейчас, в ближайшее время, там состоится у нас фестиваль или какое-то другое событие, где можно будет присоединиться и доздать, скажем так, недостающие виды? Всю информацию по тестированию мы выкладываем в Инстаграме, ГТО, ВКонтакте, ГТО Сергеев, Пасад на Фейсбуке, и даже в Твиттере у нас группа есть. То есть вся информация о предстоящих тестированиях есть. Большинство 11-классников, которые начинали проходить испытания, выполнили нормативы до 31 декабря и попали еще в приказ за 4 квартал 2018 года. То есть я не знаю, что они измечают. Да, да, да. То есть вот сейчас всем нужно проверить личные кабинеты, обязательно посмотреть, все ли результаты загружены. Если кто-то у нас выполнял нормативы в течение января, февраля, марта, все проверить, все посмотреть. Если кто-то еще вообще ничего не выполнял, то тогда прям максимально быстро. Можно успеть за это время? Время осталось чуть-чуть. Можно. Но прям вот завтра, послезавтра, потому что у нас сейчас идет массовое тестирование по школам, учебные заведения начали подавать заявки, у нас меньше чем за месяц более тысячи человек уже прошло. А ваши представители приезжают в школу на тестирование или там учитель физкультуры проводит? Нет, учителя физкультуры не проводят тестирование. Тестирование может проводить только студии по видам спорта. То есть есть учителя у нас в районе, у которых есть судейские категории, но их очень мало. Вот мы как раз сейчас проводили семинар на Радоне для того, чтобы учителя физкультуры правильно могли во время приемки нормативов оценивать результат своих участников. Но на данный момент только центр тестирования имеет право приемки нормативов ГТО. Какие ближайшие события, такие крупные, ну вот вроде фестиваля, который был в Римаше, планируете? У нас шикарное мероприятие будет 30 марта на Скидских прудах. Это кросс на выживание мы проводим совместно с Молодежным центром Атмосфера. А те, кто уже был, помнят, это здорово, это весело, это интересно. Всех приглашаем. Там будет приниматься норматив «Туристский поход» и кросс на различные дистанции. Полоса препятствий, достаточно интересная программа, можно будет попробовать свои навыки, умения. Но это вот кросс будет 30-го. А 7 апреля, в воскресенье, отдельно будет тестирование. Волонтеры ГТО будет называться. Мы приглашаем все волонтерские организации, всех желающих от 6 лет, ну и до бесконечности, так как у нас нет верхнего предела в ГТО. От 6 лет всех участников приглашаем на спорткомплекс «Луч». Там будет тестирование положения, он в ближайшие дни мы уже вывесим у нас в группе. Будет опять областная площадка, будет у нас анимация, будут конкурсы, сувенирка. То есть, если дети хотят маленькие, попробовать. Вот лучше таких фестивалей места нет. После них прям всем хочется и спортом заниматься, и подтягиваться, и отжиматься, и прыгать дальше всех, и быть сильнее всех. Хорошо. Маша, последний вопрос. У руководителя центра тестирования ГТО есть значок? Конечно, есть. Я проходила ГТО еще до того, как поменяли нормативы. В том году, в январе, меняли нормативы ГТО. Так как я работала с 2015 года, я для того, чтобы выполнить норматив по бегу, готовилась, я не знаю, месяца 3-4, наверное. Потому что у меня травма была, ноги серьезные. То есть, я восстановилась, я пробежала 2 километра, на знак выполнила, все. То есть, ну, все остальные у меня проблем не возникало. То есть, стреляю достаточно хорошо, на лыжах тоже ездить умею, плавание я выполнила. То есть, естественно, знак отличия ГТО есть. Спасибо за рассказ. Приглашаю всех на ближайшие события, которые проведет у нас Центр тестирования ГТО. Следите за новостями. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Субтитры делал DimaTorzok